здравствуйте продолжаю серию видео для того чтобы познакомить тех кому интересно с тем что представляет из себя киаида ну а для тех кто уже немножко знаком может быть познакомиться пришло время и поглубже сегодня я хочу сказать о скажем так этическом кодексе киаида потому что киаида это не только какой-то вот система знаний набор методов это еще и путь а путь требует скажем так дисциплины путь требует соответствующего поведения и соответствующих даже внутренних мотивов и намерений без этого путь невозможен то есть иначе вот чем отличается например до путь от джитсу то есть искусство то есть мы можем сказать что искусство отличается от ремесла но путь отличается от искусства вот например если кто-то знает и помнит было такое слово джиу джитсу оно и сейчас есть Или, например, кенджитсу В японских боевых искусствах джюджитсу означает Произносится по-разному В русском написании некоторые говорят дзюджитсу, например Я произношу джюджитсу, это мой способ произношения Главное, чтобы понимать суть Джитсу всегда означает искусство То есть довести ремесло до мастерства И, например, есть чаджитсу То есть искусство чайной церемонии Точно так же было джюджитсу Джу означает легкий или облегченный То есть джюджитсу означает искусство легкости Правда, в приложении к боевым искусствам Она означала, что вместо того, чтобы бороться со всем телом Лучше найти легкий путь А легкий путь он состоял в том, чтобы бороться с уязвимыми частями тела То есть, например, суставы Если, например, кость согнуть тяжело, она прочная То согнуть сустав легче Согнуть там и повернуть ее И можно уже воздействовать на все тело Даже можно взяться за палец и контролировать все тело Это джюджитсу И, ну, например, потом, после того, как Дигара Пано или Дигара Кана Произносится, я не помню как, честно говоря На основе джюджитсу создает дзюдо То есть дзю или джю это то же самое Что джюджитсу Но теперь вместо искусства путь Потому что там, где джюджитсу Достаточно, чтобы у тебя было выше мастерство А там, где до То мастерство это не главное И я вот когда В свою бытность преподавания по всему миру Я преподавал во многих странах Наверное, в 15-ти, как минимум Во всех, наверное, таких достаточно известных странах Начиная с Штаты, там, да Канада, Мексика, например И включая практически все европейские страны Франция, особенности, конечно Любимое место было Италия Я преподавал в Германии, Великобритании Ну и так далее То есть в 15-ти странах И везде я сталкивался с тем Что как раз вот джюджитсу Если ты человек достигает мастерства То он начинает иногда снобить Там считать себя лучше других Осуждать и критиковать и так далее И вот здесь, когда я сам на своем личном опыте Столкнулся с тем, что вот У меня вначале Как бы было кьяй-джитсу То есть искусство Звука То постепенно понял, что Нет, это не подходит Мне не хочется развивать ситуацию В которой я бы там Испытывал какой-то стыд За своих учеников, например И поэтому перешел на до На путь Но в результате, надо сказать, что Растерял большинство учеников Потому что людей интересует мастерство И далеко не всех интересует путь Но в любом случае Это путь И поэтому Требуется Некий такой Эктический кодекс Конечно же, этот кодекс Не является догмой То есть он отражает Некие реалии И никому Там Особо не навязывается Каждый решает сам Соответствует это Его внутренним ценностям И подходам к жизни Или не соответствует Но Этот кодекс Скорее нужен мне И Скорее нужен для того Чтобы я понимал Что вот те, кто практикует кьяй-джитсу Развиваются То это люди Которые имеют Ориентируются На какие-то высшие Моральные Духовные ценности И следуют Этическому кодексу И поэтому У Этического кодекса Есть Так сказать Цели Наставления Правила Которые являются Более или менее Универсальными ориентирами Для того Кто Становится учеником Или практиком Или, например, инструктором Тем более Есть и мастер Или грандмастер Мкиайда И Поэтому Если, например, человек Особенно становится Инструктором Или хочет Как-то дальше Глубже Стать частью Например Этой школы Академии То, конечно же Человек берет Как бы на себя Внутренние Этические обязательства Которым он должен Следовать Потому что В Киайда Мы рассматриваем Определенные Методы и знания Которые Могут Достаточно Существенно С одной стороны Изменить жизнь человека Трансформировать Дать ему Большие преимущества Но с другой стороны Если они будут Использоваться Неправильно То могут И нанести Какой-то Вред Например Как в тех же Боевых искусствах Если человека Обучить Каким-то Серьезным методом То он может Стать опасным Даже для себя Не говоря Для общества И так далее И поэтому Человек Который Скажем Развивается Погружается Он Принимает на себя Обязательства К тому Чтобы культивировать Добродетели Принимает Этический кодекс Если он Находится в конфликте С тем Чему призывает На чем основывается Кодекс Или Находит противоречия То он Конечно Может этому Просто не следовать И найти Какой-нибудь Другой Для себя Путь Например Вот это то Что хотел сказать В этом выпуске А дальше Я продолжу Уже конкретно Говорить О содержании Этического кодекса Спасибо И до новых встреч